Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, где я беру вдохновение для своих вязаных работ. Мне кажется, я так или иначе в разных видео упоминала об этом вопросе, но поскольку вы меня постоянно просите об этом рассказать поподробнее, я решила снять такое видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Первый, основной и, наверное, в чем-то самый скучный источник вдохновения, это, собственно, потребности моего гардероба. Я уже говорила, что я не люблю вязать в стол, я люблю вязать именно те вещи, которые я с удовольствием потом ношу. Именно поэтому я исхожу обычно из того, что в гардеробе мне нужно. Я могу сделать какую-то ревизию для этого специальную или просто прикинуть, чего мне не хватает. У меня, кстати, про разбор гардероба как-то этим летом было уже видео на канале, оставлю ссылку, если вам интересно. И уже исходя из этого, составляю какой-то список и ориентируюсь на него. Но почему я говорю, что я этим именно вдохновляюсь, а не просто исхожу из своих потребностей, это потому что мне действительно нравится, когда я вяжу, представлять, как я буду эту вещь носить, чем буду комплектовать. И в этом я нахожу действительно вдохновение. Во многом именно поэтому модели, которые я вяжу, достаточно простые, поскольку мне ничего вычурного в гардеробе и не нужно. Исходя из этого, я и не вяжу какие-то вычурные вещи. Второй момент уже такой более интересный, это модные показы. Но я их смотрю именно не в проходке, я люблю их смотреть на сайте Vogue. Там очень удобно, вы заходите и можете выбрать любую коллекцию, любого сезона. И вам представится неимоверное количество брендов, модных домов, дизайнеров. Всех я их, естественно, смотреть не пересмотреть. Поэтому я выбираю парочку своих любимых, тех, которые обычно меня радуют, обычно мне нравятся. Часть листика мне подходит, а некоторые даже части листика мне не подходят. Но я знаю, что они всегда делают что-то такое интересное, экстравагантное, на что мне интересно посмотреть. Но здесь важно упомянуть какой момент. Дело в том, что не просто так модные показы, они так называются, фэшн-шоу, это действительно шоу. То есть важно понимать из-за специфики самого мероприятия, ну как оно проходит. Вот, например, проходит неделя моды, и каждый день огромное количество дизайнеров показывают свои коллекции, и люди, которые присутствуют, кто-то, конечно, присутствует точечно, но если это какие-то модные журналисты, модные блогеры, они часто в день смотрят несколько показов в течение недели, каждый день. И поэтому задача этих шоу не просто показать свою одежду, а действительно выразить все то, чем вдохновлялся дизайнер, передать всю атмосферу коллекции. И из-за этого то, как модели выглядят на подиуме, это часто очень концентрировано. Эти фотографии могут просто облетать интернет, да как такое можно носить. Модель обычно выглядит совершенно неносибельно, и то сочетание одежды, тот макияж, та прическа могут быть очень-очень экстравагантны. В связи с этим нужно достаточно привыкнуть к глазу, чтобы уметь абстрагироваться от этого, не шокироваться и сразу не думать, фу, что за чушь, а пытаться разглядеть сами вещи по отдельности. То есть от этого ощущения шоу, конечно, можно получить удовольствие, но потом порассматривать конкретно отдельно вещи. И можно заметить, что многие из них, они достаточно простые. Еще один маленький трюк, как смотреть показы, как научиться смотреть показы. Если вы после просмотра такого очень экстравагантного показа перейдете уже на страницу самого модного дома, где их онлайн-магазин, возможно, представлен, и там уже будут вещи просто единично представлены по отдельности, не в таком вот образе, в каком они были на подиуме, вы увидите, насколько они простые, насколько они, скажем так, обычные, и вам будет легче воспринимать показы. В общем, примерно так я рассматриваю эти показы, обращая внимание как на актуальные оттенки, так и крой. Очень часто именно современность вещи определяют такие несущественные, казалось бы, детали, как оформление воротника, оформление манжетов, использование каких-то аксессуаров, элементов. Я снимала видео о деталях вязания, и там я подробно рассказываю об этом. Именно на такие вещи я обращаю внимание, и они меня часто вдохновляют что-то добавить в свои работы. Но хочу отметить, что желание копировать какую-то модель у меня с подиума не возникает, и этим я не занимаюсь. Следующий момент, которым, я думаю, пользуются все, это просто инстаграм, какие-то социальные сети. Но в основном у меня это инстаграм и пинтерест. Но говоря об этих вещах, как я обычно вдохновляюсь, здесь уже меня интересуют какие-то образы стрит-стайл, какие-то жизненные образы, действительно носибельные в повседневной жизни. И в таких вещах я обычно отмечаю именно сочетание вещей, потому что если рассматривать в том же самом инстаграм отдельно связанные элементы, просто шапки, просто джемперы, то какая-то вещь может показаться очень классной, очень интересной, и хочется ее связать, но в то же самое время не будет никакого представления о том, с чем же все-таки сочетать и носить. Именно поэтому я люблю обращать внимание именно на комплект, и уже исходя из того, нравится ли мне какой-то комплект, какой-то стиль, разбивать его на детали, и если там есть какой-то вязанный элемент, обращать внимание на то, что это за вязанный элемент. Ну и как раз очень часто я прихожу к тому, что вязанные вещи это именно те вещи, которые обычно в комплекте самые простые. И последний, но не по значению, на мой взгляд, это самый практичный способ для меня, я думаю, для многих из вас, это поход по магазинам. Когда я хожу по магазинам, я обязательно обращаю внимание на вязанные вещи, на то, какие новые модели появляются, и в отличие от картинок в интернете, такие вязанные вещи можно подробненько рассмотреть. Если я вижу какие-то новые силуэты, интересный крой, я такие вещи обязательно беру с собой примерочную, я их мерю, я их рассматриваю, обращаю внимание на то, как они связаны, могу даже сфотографировать. Почему для меня это важно? Потому что очень часто в тех картинках в интернете, которые мы видим, там вещь уже надета на модели, либо даже если вещь показана отдельно, не на модели, она все равно в таком уже висячем состоянии, как будто на манекене. И рассмотреть именно выкройку, именно то, как это связано, часто не представляется возможным. Особенно если, например, это рукава, и они уже как-то собраны, имеют определенную форму, посмотреть в плоском состоянии, что это за силуэт, ну, совершенно не представляется возможным. Поэтому я люблю примерочно, не спеша рассмотреть вещи, посмотреть, как связано, возможно, сфотографировать. Потому что зачастую также к самым актуальным моделям не найдешь выкройку в интернете. Выкройка не так быстро появляется в сети, там в основном можно увидеть какие-то классические силуэты, какой-то остромодный рукав, можно и не найти. Помимо прочего, полезно мерить разные вещи, разные фасоны, которые я еще не вязала. Согласитесь, очень обидно что-то связать, даже очень красивое изделие, и потом, примерив, понять, что вам такое совершенно не идет. Поэтому, когда я нахожусь в магазине, хотя я исключительно редко покупаю вязаные вещи, наверное, даже крупной вязки не покупаю, тонкий трикотаж какой-то могу приобрести по необходимости. Но я все равно такие вещи рассматриваю, беру в примерочную, примеряю, обращаю внимание, как на мне сидит, и разной толщины, и разной текстуры, могу посмотреть состав. И это касается не только плечевых изделий, также шапок. То есть, всего, что я потенциально хотела бы связать, возможность более качественной пряжи, тем не менее, я предпочитаю это первоначально примерить, тем самым спасти себя от потенциальных каких-то ошибок и разочарований. Вот такие незамысловатые источники моего вдохновения, которые, наверное, являются основными. Естественно, я могу вдохновляться еще так, в толпе, увидев какую-то интересную вещь, деталь. Зачастую я могу вдохновиться даже не вязаной, вещью, а просто какой-то вещью. То есть, по мелочам, конечно, вдохновение, но повсюду можно вдохновиться мелкой деталью в любом окружении. Но если говорить именно о самых вдохосновных источниках, которые эффективны для меня, и которые меня постоянно радуют, это то, о чем я рассказала вам сегодня. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео. Большое вам спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok